Ну это мы потом вырежем, да, Данечка? Да. Здорово, мужики. Грустная, поехали. Ну что ты там хлопаешь обычно, или что там? Так давай. Здорово, всем привет. Всем привет. Привет, мужики. Это видео относится к Новому году, и по сути дела оно такое предпраздничное. Значит, у нас есть для вас что сказать, ребят. Мы собрались все втроем, чтобы рассказать вам, как мы проводили Новый год, как у нас получалось проводить Новый год с женщинами, как не получалось. Собственно, сейчас вам об этом расскажем. И расскажем, как сделать так, чтобы этот Новый год ты провел со своей классной женщиной. Ну, как правило, на Новый год полагается рассказывать какие-то добрые и классные истории, но я начну с того, что у меня все-таки была какая-то грустная тема. Я все время хотел, ну, вот уже когда находился в сознательном возрасте, я думаю, что это примерно лет так с 18, мне все время хотелось отмечать Новый год, именно вот не только уже в кругу там семьи или там собутыльников, да, как бы больше там как в школьные годы все это дело происходило. Мне уже хотелось отмечать. Но почему-то все время получалось, что мы собирались там пацанами, у которых тоже не было подруг, и каждый Новый год проходил одинаково. Мы набухивались тупо и, ну, там, расходились по домам. И так было достаточно долго. Потом как-то мы с братом сидели и решили, что вот будем каждый год стремиться к тому, чтобы встречать его вместе, друг с другом, и плюс там были бы еще наши как бы девушки. Так проходило несколько лет, и мы все равно там встречали его там либо вдвоем, либо там еще с какими-то друзьями. В конце концов у меня брат нашел девушку, а я так себе и не нашел. И меня начало это реально тоже все это дело напрягать. Я решил, что в конце концов... Короче, вся тема была, как уже многие знают, до 33 лет я отмечал Новый год один. Я к тому, что это такой праздник, который хочется, ну, вот отметить с большим теплом, с большей какой-то вот добротой. И вот в этот момент как раз хочется, чтобы кто-то был рядом, кто-то близкий, кто-то любимый, кто-то родной, кому хочется подарить подарок. И даже когда у тебя уже на это есть деньги и возможности, а ты просыпаешься как бы в очередной раз, и, блядь, никого дома нету. Вот такой... Каждый Новый год был у меня очень грустным. Я каждый год ждал этот Новый год, и как ребенок верил в какое-то чудо, и в конце концов понял, да, что... Как потом получилось, что она у тебя появилась же, Юра, да? То есть каким-то чудным образом. Так нет, чудным образом, конечно же, я буду сейчас рассказывать, что я там пришел на тренинг, и все это дело произошло, но... Как ни странно, это так и было. С***. Не прошусь. А мне было... Как обычно. А давай теперь ты расскажи, Денчик. Мой, как блядь, в детском слове. А теперь ты, Вася. Ну ладно, скажи, разъемка видео, это... Ну ладно, подрежем, да. Отдельная хуйня. Очередная грустная история от нашего веселого тренинга, теперь уже, так сказать, в исполнении Дениса. У меня тут скорее... Я к этой истории отношусь как к забавной. Я, по-моему, это было на 18 лет. Я точно помню, что я учился в колледже. Я как раз все продумал, все организовал. Я выгнал, можно сказать, родителей из дома. Они уехали там к своим друзьям отмечать этот праздник. И я пригласил телок, короче. Мы не планировали там, я честно скажу, там какие-то... Чтобы нам было тепло. Мы хотели жестко угореть там просто там... Просто разъебаться и выебать как можно больше телок. И, в принципе, план был практически реализован. Я собрал друзей. Ну, договорился так заочно с друзьями, с девчонками. Там друзья... Друзья друзей должны были привезти, плюс эти друзья должны были привезти девчонок. И, короче, в последний момент просто у меня приходят смс-ки такие... Пилинг, пилинг, пилинг. Я там не могу. Я не могу. Я там проебался. Я на каток иду. Я там еще что-нибудь. И просто я... Ты был в... Свой Новый год я один. Без родителей, без друзей, без девушек. Я просто сижу такой, я просто не знаю, что делать. И тогда мне казалось, что это какая-то... Ну, фигня случилась такая неожиданная. Тогда я не понимал, что, наверное, я сделал что-то неправильно. Наверное, этих женщин надо было больше заинтересовывать. Реально с ними строить уже какие-то более, как сказать, близкие отношения. Чтобы они реально уже пришли и понимали, кому они идут и зачем. Самое странное, что Дэн рассказывает грустную новогоднюю историю. А где почему-то все равно радостно. Потому что... Я, как обычно, жду Новый год и жду какого-то все-таки чуда и что-то такого теплого и приятного. У меня было так, ребята, значит, ну, из последнего относительно, когда я прям это помню, остальные годы мы были без памяти. Я три года подряд работал Дедом Морозом. То есть первый раз так получилось, что... Я работал достаточно давно еще в Самаре. Так получилось, что... Короче, две недели до Нового года я без работы, без денег. У меня машина застыла от мороза. И она не заводилась. Хотел сказать сани. Сани? Да, да, сани. Вот. Я тогда еще не был от Мороза. Она не заводилась. И, в общем, моя женщина на тот момент, ну, которая была такая не самая желанная, которую я просто, скажем так, пользовался, она мной. Она говорит, айди работай Дед Морозом, попробуй. В общем, я попробовал, и у меня получилось. И получилось так, что на следующий год эти же люди пригласили. И на следующий... И, в общем, я три года подряд в самый пик, когда все звенят бокалами, я к этому времени уже с 10 утра ездил. А это было 12 ночи. Я уже охрипший, осипший. У меня уже нет голоса. Я уже такой просто еле стоящий на ногах. Заходил, вламывался к кому-то в дома. Смотрел, как эти сытые, пьяные люди. Там красиво одетые, сука. Там, не знаю, загадывают какие-то желания. Какие-то там глобальные, неглобальные. Там были семьи. Прикольно было смотреть, когда были молодая семья. Там ребеночек какой-то, который там ползит в каком-то прикольном костинке. Там медвежонка. Ну, то есть, это было такое офигенское, настоящее какое-то счастье. И в тот момент... В тот момент я реально видел это с другой стороны. Я понимал, что вот оно, вот это счастье. Потому что это же так круто. Ну, как бы с семьей, там вот именно собраться. Там с любимой женщиной, там еще и ребенок. Собраться и отметить так вот, Новый год. А я понимал, что я сейчас с этой стороны, за этой бородой. Как бы это было не самое прикольное. И в тот момент я сам себе пообещал, что, во-первых, это первый раз. Вернее, последний раз, когда я отмечаю Новый год в таком плане. Причем после того, как я в 4 утра освободился, я еще выцепил знакомую женщину в одном из заведений Самары. У нас это закончилось сексом. Но это абсолютно не то, ребят, что мне тогда хотелось. И к чему я это? Что люди загадывают желания и ждут от кого-то их исполнения. Ну, наверное, не знаю, там от Бога, от Кришны, от Будды, от Аллаха, не знаю. От Деда Мороза. От Деда Мороза самое главное, да. То есть, ну, те, кто еще верит. То есть, я предлагаю все-таки вам, взрослые мои люди, вспомнить, что Дед Мороз – это что-то мифическое и абстрактное. И каждый из вас может стать этим Дедом Морозом, ребят. То есть, каждый из вас для самого себя в следующем году может им стать. Верить, что он придет и принесет вам телочек или там любимую женщину. Ну, это хорошая теория, но она может ничем не закончиться. И ты, наверное, сейчас подумаешь, ну, я же уже взрослый мужик и все, я уже не верю в Деда Мороза. Но ты вспомни, как ты загадываешь желания и ты ставишь ли ты цели, либо ты все-таки надеешься на какие-то чудеса, на какое-то чудо, что Дед Мороз реально придет и принесет тебе женщину. Но мы сейчас дадим тебе четкую схему, как в этом году встретить его с мужей женщиной. По поводу целей, да. То есть, чем отличается адекватный взрослый человек от ребенка тем, что ребенок просто загадывает желания, адекватный взрослый человек понимает, что, ну, как бы некому их, кроме него, самого исполнять. Поэтому это желание должно превратиться в четкую пошаговую цель, и ты должен к ней прийти. И сам для себя должен в первую очередь. Ну, я бы все равно добавил, что прежде желание нужно все-таки загадать и что-то там замечтать, потому что, как бы там ни было, хоть я, хоть все мои знакомые, мы всегда мечтаем, чтобы у нас в Новый год произошли какие-то перемены. То есть, мы надеемся, что в вашей жизни с этого года тоже начнутся перемены, и желательно, конечно же, в сторону женщин. Итак, смотрите, обещанная схема, как встретить Новый год в компании с красивой, хорошей женщиной. Я не знаю, скажу ли я вам что-то новое или нет, но, по сути, давайте коротко по ней пробежимся. Итак, первое. Тебе, мой юный друг, нужно одеть шапочку, рукавички, теплые носочки. Надеть, я знаю, видишь, я это. Ну, как это деревня. Ничего нового. Собственно говоря. Идем по той же дорожке. То есть, ты надеваешь рукавички, шапочку и идешь, чтобы не замерзнуть, куда-то по направлению к торговому центру, который сейчас наполнится красивыми девушками, которые ищут подарки для своих близких. Или куда-то в парк или на каток. Собственно говоря, следующий пункт – выйти на улицу, как минимум. Так, третий пункт – ты должен увидеть эту девушку, ты должен зафиксировать свое внимание именно на ней, ты должен четко понять, что это девушка, мужик. Это Новый год, возможно, ты будешь уже немножко веселее, поэтому не ошибись, увидь именно девушку. Да, следующий пункт, естественно, подойти к ней, подойти, начать какое-то общение. Тебе здесь может что-то помешать. Что-то – это твои отговорки, которые мы постоянно слышим от людей на наших тренингах. Она вчера, причем, был такой яркий персонаж, я очень сильно порадовался, он собрал себе все. Я же должен подходить к тем, кто мне нравится. Она выше меня, она спешит, она в наушниках, она несет елочку, она выбирает подарки и так далее. И самое главное, что тебе надо в этот момент понять, что ты опять отдаляешь тот самый светлый миг, когда ты встретишь Новый год в компании женщины. То есть ты себя обманываешь, а это, как говорится, обманывать нехорошо, и Дедушка Мороз может… Позохом как бы искать. А-та-та, и не подарить тебе то, о чем ты мечтаешь. Следующее – с ней нужно познакомиться. Далее, когда ты с ней познакомишься, заинтересуешь ее собой, ты приглашаешь ее на свидание. И по-хорошему, для того, чтобы ты точно не ошибся и не удивился тому, как себя ведет девушка на Новый год, тебе неплохо бы с ней встретиться несколько раз, чтобы ты узнал о ней побольше. Возможно, что это уже закончится, перейдет к какому-то сексу, возможно, что еще нет. И дальше ты приглашаешь эту девушку к себе. Вот как ты приглашаешь? Посредством рта. То есть ты звонишь или говоришь лично и говоришь, я хотел бы встретить Новый год с тобой, и, возможно, у нас с тобой что-то получится. Дальше что ты делаешь? Ты встречаешь с ней этот Новый год. То есть берешь, наливаешь шампанское или что-то там, наливаешь, может быть, вы оба здоровы в жизни. Значит, суть в чем? Если вся эта схема очень сложная, нереально сложная, но мы сейчас по секрету тебе ее открыли, если она не сработала, то ее нужно повторить еще раз на другой, или можно на этой же женщине? Нет, ее можно повторить еще раз на следующий год. Можно на следующий год. То есть ты ждешься в 2024 году, и там ее повторишь на обязательность. Один раз. Вот. А по-хорошему ее надо повторить еще многократно, несколько раз, до той поры, пока не будет такого, там, какого-то сигнала с плюсиком зеленым, что да, это оно. Вот. Ничего сложного. Поэтому, ребята, тут надо для себя еще понять, что, возможно, придется сделать несколько попыток или даже много, потому что так устроен мир. То есть редко, когда людям везет настолько, что они с первого раза, у них все это получается. Вот. Если кто-то сейчас задался вопросом, какого мы рассказываем очевидные вещи, а потому что эти вещи, они и являются, собственно говоря, очевидными. То есть и вопрос, как встретить Новый год с красивой женщиной, ответ на него, я считаю, должен выглядеть именно так. Да, если ты... Нет никаких, сука, сверхсекретных технологий. Если ты сейчас думал, что мы сейчас расскажем какие-то невероятные заклинания, как тебе это сделать, то не тут-то было. Именно так ты должен действовать, когда хочешь встретить Новый год с девушкой. И вот на самом деле все ребята, которые приходят на тренинг, я мало вообще видел кого-то, что вот кто-то говорит, что у меня не получится. На самом деле вот наши зрители, они все адекватные. Когда они приходят на тренинг, они говорят, что мне просто страшно. Я понимаю, я верю, что у меня получится, я вижу, как это дело Шамшурин, я вижу, я реально понимаю, что я это могу сделать. Просто мне, ну, как бы немного страшно, немного сыграть. Нужен некий пинокль, толчок, что-то еще. Вот. И по сути дела, теперь осталось решить только одну задачу. Если тебе не хватает собственной воли к тому, чтобы пойти это реализовать, мы с радостью, с превеликой новогодней радостью готовы тебе в этом помочь всячески. И, собственно говоря, до Нового года остался месяц небольшим. Этот срок небольшой. Но за это время ты легко сможешь познакомиться, провести свидание, выбрать, родить в себе симпатию, вызвать взаимную симпатию с какими-то красивыми девушками или одной девушкой. Это более чем реально. Это я хочу, чтобы ты точно понимал. Месяц небольшим – это срок, за который можно, сука, найти женщину, жениться, заделать ребенка, развестись, не знаю, помириться и снова, не знаю, заделать еще одного ребенка и жить уже долго и счастливо. За это время можно много чего успеть. Плюс на дворе праздники. Вот эти вот 10 или сколько-то дней праздников, если кто-то не уедет в Таиланд, на Бали, в Заглядовку, в Краснорыловку, куда угодно, к бабушке в деревню. То есть, какая-то часть людей довольно большая останется в городах. И это будут в том числе и женщины. Торговые центры будут просто переполнены женщинами в эти новогодние каникулы. Поэтому сразу задумайся, что ты будешь делать в это время. Уснуть, спать лицом в салате, оливье, либо все-таки будешь выходить на всякие гуляния, массовые мероприятия и там знакомиться, общаться с девушками. Да, я бы еще хотел добавить, что, ребят, не только вы мечтаете познакомиться на Новый год с женщинами, более того, они мечтают тоже познакомиться. И очень много, на самом деле, красивых, одиноких девушек, которые встречают Новый год либо с родителями, либо в компании своих друзей, но не со своими вторыми половинами. Да, мечта-то взаимная, это факт. И сейчас, понимаешь, когда я иду кольцованный, женатый, любящий свою любимую женщину, я часто вижу на себе взгляды красивых девушек, да, то есть, которые ходят и тоже, наверное, думают, вот бы нам такого парня, там, или такого, как Юра, или такого, как Денис. Да, то есть, и сто процентов, ну, как Денис-то на время, и сто процентов, такая история, что, когда ты идешь по улице, мужчина, или где-то ты на работе, там, или где-то в спортзале, наверняка в это время есть какое-то количество, немалое количество красивых, хороших, добрых, классных женщин, которые поглядывают на тебя, но как только ты на них палишь, они раз-таки отворачивают взгляд, они же не хотят этого показывать. Напиши в комментариях, было ли у тебя такое. Вот бы мне такого мужика, собственно говоря, встретить с ним Новый год и провести с ним всю свою оставшуюся жизнь. Поддержаться за его посох. Да, а еще по поводу вот этих новогодних праздников, у всех девушек в переполненных девушками торговых центрах, и катках, и парках, в зависимости от погоды, будет хорошее, приподнятое, позитивное новогоднее настроение. Да, это очень важно. Это наоборот и праздник, вот эта вся тема, она сближает людей, это отличный повод, который как бы подталкивает тебя к знакомству. Но для этого ты должен эту схему уметь реализовывать, ты должен сделать так, чтобы ты ее отработал, она была у тебя на автомате. И, собственно говоря, именно поэтому мы юный, и уже, может быть, не юный, потому что иногда и за 50 люди приходят, а уже зрелый друг, особенно, если ты зрелый друг, и тебе все-таки осталось не 150 лет жизни, да, ты должен быть реалистом. Вот, мы с радостью приглашаем тебя на наш супер новогодний тренинг-практика, который пройдет с 12 по 15 декабря в городе Москва. Это отличный шанс, отличный шанс оставить свое одиночество в уже уходящем практически 2019 году, и в 2020 году начать новую радостную, счастливую жизнь. Тем более, что этот тренинг будет не обычный рядовой наш тренинг, мы сделали там огромное количество подарков для тебя. Что будет на этом тренинге? Он будет не совсем обычный, сейчас уже люди активно бронируют на него места, поэтому тебе нужно успеть, если, конечно же, ты все-таки понимаешь, что Дед Мороз Дед Морозом, а счастье, оно, собственно, в твоих руках, в твоих золотых руках. Дополнительный день – это очень крутая штука, это очень важно, потому что за этот день можно успеть очень многое. Если в обычный день, вернее, в обычный тренинг по нашей статистике порядка 80 девушек проходит через тебя в виде каких-то коммуникаций, здесь их будет еще больше, ну, наверное… Я бы сказал, что больше 100. Больше 100, да. Специально приглашенный гость, пока мы держим это в секрете, в ближайшее время расскажем тебе, кто это. И, собственно говоря, очень много других интересных фишек, о которых мы будем тебе рассказывать дальше. Тем более, что после Нового года мы уходим в отпуск, и возможности пройти тренинг уже очень долгое время не будет, поэтому успевай, запрыгивай в эту новогоднюю колесницу и погнали вместе с нами. Новогодний хоровод, я бы сказал даже, адскую новогоднюю оргию. Но на самом деле, еще раз, подумай о том, что ты хочешь. То есть, если ты хочешь много секса в новогоднюю ночь и там в следующем году, ты молодой, горячий, ты еще не нагулялся, это то как раз, что тебе нужно. Если ты хочешь любимую женщину, теплоты, счастья, вот самых настоящих истинных земных ценностей, тогда тебе тем более сюда, потому что вообще философия нашего проекта, она как бы, скажем, апогеем ее является. То, что в конце концов это все должно прийти к семье, к счастливой, взаимной любви и так далее. Все эти орги должны прийти к семье. Каждому участнику новогоднего тренинга мандаринка в подарок. Да, целая мандаринка. Вот, ссылочка под этим видео, там ссылочка, там фактически адрес Деда Мороза. Вот, ты нажимаешь на нее, оставляешь свои данные, фактически пишешь письмо Дедушке Морозу. Один из его помощников, троллей или как их там назвать, гномиков, прости господи, перезванивает тебе, проводит с тобой собеседование. Хорошо ли ты себя вел в этом году? И в случае твоего хорошего поведения, он тебе говорит, куда приходить за твоим подарком. Но самый главный подарок должен сделать именно ты. Принимай прямо сейчас решение, оставляй заявку и наконец-то сделай сам себе новогодний подарок, мужик. Все, увидимся, ссылка под этим видео. С наступающим Новым Годом. С наступающим Новым Годом. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok